Вот этот принцип, когда речь идет о двух, которые составляют одно нераздельное целое, вот о нем мы, собственно, сегодня и весь наш разговор. И я хотел несколько слов сказать на эту тему. Человек, которого, значит, по всем эпохам пути творит Адама, потом его усыпляет, отделяет из него часть, причем делает это не спросясь, ну, как бы, согласие его не требуется. И он не берет почему-то другой кусок глины, более удачный, а вот именно одного человека, готового, он отделяет часть, делает из него двоих, Адам и Ева, и дальше из одного целого два. Потом этим двум он дает повеление стать одним. И будут двое находь, и Павел тоже в послании к Ефесянам цитирует это самое описание. И интересно, что здесь то, что Бог вот так замысловато действует. То есть, вместо того, чтобы, как бы, ну, он уже создал одно, и вроде бы радоваться этому одному, он делит на два, чтобы те опять стали одно. Но здесь есть такой момент, то, что это, по всей вероятности, речь идет о другом единстве, о, как бы, единстве другого уровня. То есть, мы сказали, что Адам был сотворен без согласия с его стороны, Ева была сотворена и отделена без согласия, просто как бы через усыпление. А вот здесь, когда он говорит и дает повеление, будут двое, одна плоть, тут уже требуется согласия. То есть, видимо, эти двое должны были себя осознать как личности, как индивидуумы, и через изъявление своей свободной воли, через отказ от каких-то «я хочу» или «я так считаю» или еще какие-то «я», они должны соединиться, и, видимо, как я понимаю, они должны прийти к единому. Будут двое, одна плоть, но эта плоть будет не та плоть, то, что была первоначально одна. То есть, это будет какой-то иной уровень, и она это, ну, не во всяком случае, напоминает вот те самые отношения, которые мы сейчас будем рассматривать в картинках, когда из одного делается два, потом они начинают осознавать друг друга, иногда ссорятся, иногда они не сняют отношения, иногда доходят чуть ли не до развода, вот, но, тем не менее, видимо, имеется в виду «хэппи». О таком же единстве говорит Павел, он говорит к единой церкви, каждый поступает так, как Бог ему определил, это из 1 Коринфянам 7 глава, «Как и каждый, как Господь призвал, так я повелеваю по всем церквям». То есть, он обращается именно к церквям, он не обращается к неверующим, он не обращается к ортодоксальным иудеям, он обращается к телу Мессии, и он говорит так, призван ли кто обрезанным, не скрывайся, призван ли кто не обрезанным, не обрезайся, обрезание – ничто, и необрезание – ничто, но все в соблюдении заповедей Божьей. Субтитры создавал DimaTorzok